Алло, алло, меня слышно? Алло? Да, да, Ирина, сейчас точно. Я даже не знаю, какой тут Аркадий Шуклин еще. Вот, надеюсь, меня не видно, но слышно. Алло, слышно меня, да? Да, да, да. А вот мне кажется, вот то, что вы говорите, это чистый гусор. Что же тут такого удивительного? Вот мы видим явление как предметы, как что-то уже знакомое, обычное. А явленность как таковую мы не видим. Ну, это обычная же вещь. Это Хармс, простите, да? Это гусор. Собственно, вот это туда разве нет? Или я, может, чего-то не понимаю? Да, мне кажется, чего-то не понимаете, потому что Хармс... Ну, Хармс вообще не может быть. Насчет Хармса я не оспариваю. Тут надо рассмотреть конкретные тексты, которые вы имеете в виду. А вот насчет гусор, вы понимаете, у него близко, но у него, собственно, нет. Нет, у него есть эпоха, это редукция, этот акт переключения. И, собственно, у него бытие, это что? Это сознание, это ноиси. Приехали, приплыли. Ребят, вы вообще гусор ли когда-нибудь читали, наверное, да? Я вот читала только по-русски. Но и то я понимаю прекрасно, что такое эпохе. Эпохе это значит... Ну, на мой взгляд, вы меня поправьте, Аркадий, если что. Эпохе это значит, когда ты как бы отрешаешься от обычного взгляда на предметности и как бы вдруг неявно или явно, ну, как бы видишь то, что ты не видел раньше. Ты видишь... Регенерировано, да, 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 да. Я со мной совершенно, да. Сущая правда, да. Ну, так что? А здесь-то речь о другом. Здесь-то речь о другом, понимаете? Во-первых, для гусорля вообще вот эти вот вещи сами, они не существуют, как бы. Ну, то есть, существует вот то, что он усматривает. Яблони, вот эти вот все, которые... А как же не существуют? И вдруг раз, по-моему, для гусорля очень существовал. Но это другая, конечно, тема. Наверное, он, может быть, все-таки смотрел этих каких-то импрессионистов-то. Ладно, все, я замолкаю. Но я думаю, что для него это важно было. Когда вот вместо предметов раз, и ты вышел в явление. Ты видишь его раз и увидел. Да, 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 да. Вот совершенно верно. Вот, значит, мне не удалось объяснить. Вот это вот раз и вышел, это значит, ускользнуло все-таки. Понимаете? Потому что это раз, это все равно, что ты проснулся, да? То есть, как там Гуржи говорит, проснуться надо. Мы ходим во сне, как лунатики. Вот, проснулся. Но ты не видишь само событие просыпания. Ты уже... Вот вы очень прекрасно это выразили, Ирина. Раз и там. Вот и все. А здесь речь о том, что вот это само, это раз, это не просто раз. Оно распаковывается. Это не какой-то щелчок тумблера. А это то, вот увидеть вот этот само-то переход или выход. Вот где это ускользнувшее бытие. Понимаете? Вот, вот, вот. То есть, вы хотите сказать, что Хайдеггер... Ну, тогда это Хайдеггер прекрасный философ. Он говорит именно о моменте трансценденции, да? Получается, о моменте перехода из одной стадии, так сказать, сознания в другую, да? И он ее распаковывает. Получается, что так? Получается, да, только не сознание... Ну, кроме... Это раз, это можно так сказать, если перевести Хайдеггера на язык Густера. Но когда мы в этом переводе, многое и самое существенное теряется, потому что Хайдеггер вообще уходит от этой парадигмы сознания. Вот, потому что... И это большая тема, потому что Хайдеггер... Де Хайдеггера, он здесь в таком-то смысле ближе к Платону. Потому что вот у Платона, так, конечно, не мне это рассказывать здесь, но я просто напоминаю, что у него есть степени... Я уже говорил с самым начальником, как-то, Ирина, вы позже пришли. Там есть степени бытия и степени истинности. Есть вот когда, например, в пещере человек поворачивается от теней не к самим вещам, а к тем вещам, которые бросают теней, вот этим чашкам всяким. То есть он... Сказано, что он их видит более из Алисестера. То есть сравнительная степень от существительного истины. Понимаете, вот для Хайдеггера это очень важный текст, что есть истина и есть воли. У Бусерла нет такого. У Бусерла понятие истины – это вот знаменитый пример, который Хайдеггер использует, когда излагает точку зрения Бусерли, а не свою. Вот я говорю, у меня за стеной висит... Ну, вы видите там, ну что там, у меня лампа стоит, да? Ну, я сейчас ее вижу. Это не плохой пример. Ну, у меня, допустим, у меня нет экрана здесь. Я говорю, у меня за стеной висит картина. За стеной висит картина. Я сказал, вот я повернулся, о, а там действительно картина. И вот это по гуслу и есть истина. То есть у меня была пустая интенция. Я мыслил картину, но у меня не было интуиции ее. Теперь я вот с этой мыслью обратился к самой картине. Да, код, вот, я подсказываю, код. Ну, кота я тоже вижу. Ну, спросите, здесь тогда надо отключить видео, и тогда вы меня уже не увидите. Ну, как-нибудь потом инсценируем как-нибудь. Так вот, вот у Гуссерла понятие истины. Тут да, нет. Тут опять Гуссерл остается в этом смысле по отношению к истине. А следовательно и к бытию. Вот это и бинарная позиция. Истина, не истина? А Хайдегер нет. Вот, и особенно это видно в этом тексте. То есть он верен Платону. Хайдегер больше платоник здесь, чем Гуссерл. Потому что у него есть степень бытия. Ну, код неподлинно сущий. Ну, ладно. Почему? Это надо еще понять, почему. Да, конечно, опять это как бы... То есть мы где-то читали, знаем, но надо это увидеть, да? Почему? А нет, не очевидно, что он неподлинно. Почему? Вполне аутентичный код. Да, мимис из кота, понятно. Хорошо. То есть, понимаете, Ирина, здесь вот вся, тут еще, кроме того, что распаковки этого раз, как вы говорите, и там, кроме того, что это раз и там на самом деле распаковывается, то еще при переходе от Гуссерля есть такой вот возврат к Платону некоторый, когда бытие и истины уже перестает быть бинарными. Потому что есть уже не мысли в парадигме бинарной оппозиции. Вот это предложение, за стеной у меня там кость. Я вас понимаю, Аркадий, можно, да? Понимаете, дело в том, что любой нормальный наркоман вам скажет, что он гуссерлянец. И я таких слышала. Потому что вот, его не было, а вот оно и появилось. Понимаете? А вот когда вы говорите, что Хайдеггер какими-то там этими вот местами там что-то там распаковывает. Вот мне интересно, как это распаковка-то делается? Это что? Через рефлексию. Как это делается? Вот это я хочу услышать от вас. Извините. Да. Как это делается? Ну, может быть, это будет... Ну, в этом семинаре мы сначала будем говорить об этом тексте, где он, собственно, является гельминестом, где он интерпретирует платоновское учение об идеях. Но вообще-то говоря, по Хайдеггу это происходит, в общем-то, в политическом творчестве. Поэтому он в конце приходит к тому, что, как, я забыл, как точно, но что поэзия – настоящая философика последняя. Понимаете? То есть, вот, если вы увидели что-то, когда мы читали это стихотворение, то вы увидели, если вы вошли в это состояние, из которого стихотворение написано, то вы увидели, что этот нит, что там что-то является, что само явление является, а не только что-то является в явлении. Поэтому Хайдеггер здесь не дает вот такого, как Гуссерли. Гуссерли – это еще такой, я бы сказал, модерн, что мы сделаем вот это, вот, метод в смысле do it, do это, как ты говоришь. Аркадий, хорошо, так я очень люблю Гуссерли, я пытаюсь полюбить Хайдеггера, я пытаюсь понять, за что мне его любить. Я знаю его поздние вещи, я знаю про ботинки, про этих едоков картофеля, вот за это я его люблю, за разговор там с каким-то там восточным человеком, за это я его люблю. Но биф, простите, но это же, за что тут его любить, это же ужас, это такой же кошмар, как и Сарт какой-нибудь, это же не менее кошмарная, ужасная вещь. А, бытие и времени, время отсюда, да? Да. Ну, я хочу, это интересная тема, дело в том, что, понимаете, я тоже люблю вот эти, как называемые поздние вещи, ботинки, бедения на космос, я это все читал до бытия и времени. И вот я скажу, если бы я считал только это, то для меня Хайдеггер был бы таким, ну, интересным мыслителем, ну, таким вот, да, ну, это не было бы чем-то таким вот, я бы сказал, кардинальным. То есть, бытие и время – это бомба. Вот после нее, после этого события уже нельзя мыслить. Вот, Аркадий, а можно, а можно я вам сейчас задам такой вот простой, тупой вопрос? А в чем бомба? А в чем, собственно, она? Ох, ну, хорошо. Ну, тогда хорошо, это прекрасно. Я готов очень к такому спонтану. Тогда, видите, это моя любимая тема, я отмогу говорить много и надеюсь… Не надо много, Аркадий, не говорите красиво, вы помните, да, говорите кратко. Кратко, хорошо, бомба. Но, видите, когда взрыв выразить кратко, это сложно. Знаете, это сказать просто о взрыве, ну, я попробую. Но, прежде всего, ну, вам, конечно, хочется сравнить с Гуссерлем. Так вот, у Гуссерля это что-то, он говорит о вот этом «раз и там» в каких-то лабораторных условиях, как он говорит, «в одиночестве душевной жизни». Вот, за что Дереда его очень, так сказать, немножко выпорол там, ну, подсмертно, так сказать. Вот что там у него, в общем, такая логическая ошибка. Но, неважно, ясно, что вот как мы занимаемся философией. И мы ушли к себе, там, у нас заплачено за газ, за телефон, все, у нас забот спадает, бремя. И вот мы тут, значит, вот, тут меня комментируют, но я не знаю, цитируют меня, ну, хорошо. Вот, да, забот спадает, бремя. И тут мы вот так, значит, куда-то выходим, в какой-то астрал там сидеть. Вот. Вот Хайдегер радикально меняет регистр. Он, это такая традиция немецкой мистики от Экхарта «мистика повседневности». Отлично, отлично. Это мне очень нравится. Да, да, да. Вот, понятно, да? Да, понятно, понятно. Это, 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 это малая часть, это вершин Айзберга, но я просто пытался контрапункт с Гуссерлим. И со всей традиции передучи, вот, начиная с Аристотеля, там, и так далее. То есть, философия, то, что мы называемся, занимаемся выходные, так сказать. А Хайдегер говорит, Хайдегер больше, он ближе к Гурджиеву, что вот каждый, мы спим, надо проснуться сейчас. Вот сейчас, вот сейчас, где ты находишься, в метро, на работе, вот здесь, здесь Родос, так сказать, здесь прыгать. А не жди пока, что там... Извините, можно я вас перебью? Это Хайдегер-то говорит, профессор-то наш говорит, который всем известен своими, всем известен чем, да? Он говорит, что надо здесь прыгать, да? Не надо нам песен таких, Аркадий, не говорите, не говорите красиво. Помните, Ханна Арендт, ну что, Аркадий, о чем вы говорите? Это профессор, который поет песни. Больше я про него ничего вообще знать не хочу. Ну, подождите, это какой-то... Во-первых, это аргумент от Хоменем, да? То есть, вы критикуете его, как сказать, что? Образ жизни, партийную принадлежность, может быть, что-то еще, там сказать, анкетные данные. Вот в чем критика и его стиль. Вот, кстати, в бытие и времени совершенно другой стиль. Мне почему ближе вот этот период ранний, так называемый, начиная с 19-го года? Потому что он более энергичный. Для меня вот этот Хайдегер с ботинками, он слишком взялый. Ну, отрешенность это хорошо, конечно, но мне нравится вот этот вот динамизм и концептуальная густота раннего Хайдегера. Там какая-то такой сплав почти математической точности, строгости. Это от Гуссерлера, строгая наука. И поэзии, духа. То есть это такая медитация на грани вот абсолютно логичной строгости и такого вдохновения. То есть это очень вдохновенная, на самом деле, книга. Хотя он написал ее, вы можете критиковать. Он написал ее, чтобы получить место профессора, да. Он иначе бы не стал вообще, просто бы не почесался бы. Он просто... Ему сказали, там, сейчас вот вакансия, Гуссерлера ходит на пенсию, ну, у тебя ничего не опубликовано. А ты что, что это можешь написать? А у него, конечно, он потрясающий, вот такой истинный мемец. То есть он, вот каждый его, сейчас издают с 90 томов или 100 томов уже почти, каждый лекционный курс детально выписан, вот конспект. То есть его, просто взяли его конспекты подготовки к лекционным курсам по всей мировой философии и по его собственным темам. И просто опубликовали как книги. Ну, он вот уединился и за несколько, за два месяца почти всего написал вот это «Бытие и время». За два месяца? Да, да, за два месяца. Так это халтура. Халтура это, Аркадий. За два месяца. Я не могу никак диссертацию докторскую написать много-много лет, а он за два месяца написал «Бытие и время». Я не обывал, не ожидал. У вас какая-то обывательская позиция. Ну, знаете, это так, может, в очереди. В очереди зачем там сейчас стоят? Зачем уже не стоят в России? Ну, раньше за бананами стояли. Ну, что, короче, вот так, знаете, в очереди можно. А он там, понимаете, Собчак, он же... Да, за два месяца. Хорошо. Аркадий, возьмите все сейчас с меня, вот к те... Все, кто здесь сейчас присутствует, возьмите с меня вот слово, что я за два месяца, наконец, напишу докторскую диссертацию. Если вы все скажете «Да», я ее напишу. Я, конечно, это не будет «Бытие и время», это будет что-нибудь получше, покачественнее, чем вот эта вот халтура. Ха, ребят, извините, я просто шучу. Ну, а все-таки, Аркадий, все-таки, давайте, мне бы хотелось более структурно понять, чем мы будем заниматься? Ну, я предложу... Я... Вы хотите... Я, на самом деле, выполнял ваше пожелание. И выбрал текст, который непосредственно... В котором Кайдер непосредственно интерпретирует учения Платона. А мы начнем его читать.